Дмитрий, ну а что с Захарченко случилось? Расскажите нам там, вид из Москвы. Что произошло? Я думаю, Захарченко погубил рост цен на уголь. То есть, можно как-то отсюда поподробнее, пожалуйста. Ну, понимаете, за последний год же, в связи с тем, что в Китае вырос спрос на уголь из-за того, что они приостановили перевод ТЭЦ с угля на газ, в Китае восстановился и вырос спрос на уголь. В этом связи, и мировая цена на уголь поднялась примерно процентов на 60-70, я не знаю точно. То есть, он сильно вырос за последний год. И вот поэтому уже и в России, так сказать, в Кемерово, поменяли губернатора. Потому что крупным игрокам надо было иметь своего человека. В тот короткий период, как сказал Путин, это долго не продлится, сказал недавно Путин. Кемерово вакшери стало. Да, да. То есть, сейчас все хотят извлечь, все понимают, что это такая конъюнктурная ситуация, что она скоро уйдет, поэтому все стараются извлечь максимальную прибыль из этой ситуации. В том числе, наверное, и те, кто добывает уголь в ДНР. Мы не знаем, может, это Ренат Леонид Чахметов добывает, может, какие-то совсем, так сказать, неустановленные люди, не будет летать на хороших людей, но скажем, что, так сказать, это, допустим, Ренат Леонидович там добывает уголь, а к нему приходят люди и говорят, цены на уголь-то выросли, товарищ Ахметов. Ну, не товарищ Ахметов, конечно, далеко, а там какой-то местный, так сказать, представитель. А вы нам, так сказать, долю присылаете по-старому. И это совершенно не катит. Ага, вот оказывается. Ну да, те же сидят, сидят тоже. Они же, так сказать, где-то тоже сидят. А вот те, которые сидят, они где? В России сидят же, да? Они же Дань снимают или что? Как это? Ну, конечно, не Дань снимают. Которые принимают решение, они сейчас сидят в России, конечно. Ну, а может быть, они сидят и в Киеве тоже, отчасти. Может, и в Вене. А ответ-то был такой, Дмитрий, что пока всю Украину не освободим, не повысим вам. Да, абсолютно нет. Он же создавал специально военные напряженные, чтобы, так сказать, там доминировали силовые структуры, чтобы не было никаких, так сказать, никакого центра принятия решений, кроме него. Поэтому, наверное, он, так сказать, мог... Ответит резко по-военному. Ответит резко по-военному, что-то сколько вы присылаете, это очень мало. И в результате это сказать, я думаю, что рост цен на уголь... Они же понимают, что цены на уголь-то растут. То есть, я думаю, газеты-то они читают. Я думаю, что вот это его и погубило. Потому что, посмотрите, сразу же был поставлен человек Ахметова на его место. А потом? А потом человек Суркова. То есть, все-таки Пушилин человек Суркова? Ну, а как? Не знаю, у вас спрашивают. Ну, мне кажется, да. А к чему? Он же был приведен, так сказать, уже... Он явно не из силовых структур, потому что его не было в этой первой волне, когда люди, связанные с силовыми структурами, все какие-то, так сказать, начали выходить и требовать независимости. Он появился уже во второй волне, когда процесс взят был под Сурковым, под контроль. Ну, и, так сказать, это понятно, что это МММ, это такой... Все эти структуры МММ, они, конечно, отчасти контролируются, может каких-то активистов выдергивать. Тем более, что он хотел в политику, он же от этих МММщиков пытался даже у депутатов пройти. Так что, я думаю, что в этом отношении был сохранен баланс интересов, то есть Ахметовским людям, да, понятно, что Реонид Леонидович, наверное, этих людей, так сказать, даже, может, и по именам не знает, но какие-то люди, связанные с Ахметовым, пытались поставить своего человека, а потом, вот, все-таки, сохранили баланс сил и поставили человека Суркова. Это означает, что Ахметов продолжает сохранить влияние на оккупированном Донбассе? И даже... Ну, если человек добывает там уголь, если он там, человек добывает уголь, вот кто там добывает уголь? Ну, формально-то у него, да, все же забрали. Да, все отжали, как говорят народе. Ну, понятно. То есть, вы хотите, чтобы Реонид Леонидович, так сказать, лично бы отвечал, вы бы спрашивали, как вы там это добываете? Понятно, что это, ну, национализация, это был шаг, который помогает Ахметову уйти от политической ответственности за ситуацию там. Ну, и за ответственность за социальную ситуацию там. Но я не думаю, что, если бы Ахметов, так сказать, хотел бы прекратить, я думаю, что он мог бы прекратить, просто отозвав там персонал, закрыв просто предприятие. Ну, как? Я думаю, что был какой-то творческий союз, который вот власти ДНР постоянно пытались нарушить, потому что считали, что вот изменившаяся экономическая конъюнктура, она позволяет им претендовать на больше какие-то компенсации. ДНР ДНР